Николай Цнайдер Николай Цнайдер Николай Цнайдер Николай Цнайдер Николай не расстался с музыкой, как это часто бывает После начального образования он закончил Датскую Королевскую Академию Музыки Премия на международном конкурсе помогла ему стать студентом Венской консерватории А затем и Джулиардской школы в Нью-Йорке Но самые теплые воспоминания все-таки о своей первой скрипке Первая скрипка появилась у меня в 7 лет Ее взяли на прокат в музыкальной школе, куда я поступил А моя собственная первая скрипка появилась в 9 лет Мне ее торжественно вручили родители Это было дома Детали я не помню, но это был очень радостный день в моей жизни Тогда меня очень воодушевило, что у меня теперь есть своя собственная скрипка Сейчас скрипач играет на уникальном инструменте Это скрипка Антонио Страдивари начала 18 века Так высоко талант молодого маэстро оценил Датский Королевский Театр Именно он доверил Цнайдеру шедевр величайшего скрипичного мастера С бесценной скрипкой музыкант практически не расстается Но не потому, что опасается за ее судьбу На самом деле скрипка со мной всегда И мне не страшно по двум причинам Во-первых, не так много людей сознают стоимость этого инструмента Его цена нигде не опубликована А во-вторых, скрипка для меня не просто кусок дерева Она некий одушевленный предмет Друг, можно даже сказать, любовница Скрипка как человек, с которым я никогда не расстаюсь И когда мы вместе, я пребываю в уверенности, что ничего не случится Музыка в исполнении Цнайдера и Страдивари облетела почти весь мир Немалую долю признания молодому таланту выразила и одна шестая часть суши В России музыкант не в первый раз Русская публика для меня одна из самых любимых Ее особенность, кстати, об этом меня довольно часто спрашивают В том, что это очень образованные люди У них ты не будешь иметь успех только потому, что приехал Всегда нужно доказать, что ты достоин аплодисментов Необходимо привнести в свое исполнение что-то новое Тогда эти люди реагируют с открытым сердцем и действительно очень искренне Только тогда исполнитель получает тот знаменитый русский теплый прием О котором впоследствии помнят много лет